На первой лекции нашего лектория в новом весеннем семестре. Лекция вообще названа «Эффективное преобразование и генерация света», а перед этим сделана вот такая заметка, что 2015 год – это год света. У нас как-то это не отмечают наши средства массовой информации, но по решению Организации Объединенных Наций 2015 год объявлен Годом Света. И по этому поводу вот 19-20 января в Париже, в ЮНЕСКО, была проведена большая международная конференция или конгресс, или просто мероприятие, посвященное этому делу, на котором читали лекции пять нобелевских лауреатов, трое из Соединенных Штатов Америки, один из Франции, один из России. И выступали представители разных стран, послы в ЮНЕСКО. Ну и это такое большое мероприятие. Год света – это и название красивое, ну и посвящено это все, ну вот, проблемам и оптики, электроники, преобразования света. При этом нужно помнить, что Эйнштейн предложил фотоны, об этом не нужно забывать. Сначала, опять же, не прямо для этой лекции. Вот эти три замечательных человека, и всю троицу я знал персонально, Джордж Портер был с 1985 по 1990 год, по-моему, президентом Лондонского Королевского общества. Мы с ним были в начале 2000-х годов вместе, нет, в середине 90-х, в середине 90-х вместе избраны почетными членами Корейской Академии Науки и Технологий. И там встречались несколько раз, встречались и в Лондоне, в Королевском обществе. И он как-то сказал замечательную фразу. Он сказал, что наука, мы очень любим говорить о науке фундаментальной и прикладной. Джордж Портер получил Нобелевскую премию в 67-м году. Он блестящий физико-химик, получил Нобелевскую премию по химии за исследование быстрых химических реакций. И он сказал так, вся наука прикладная. Разница только в том, что отдельные приложения происходят очень быстро, а другие через столетия. И этой фразой он определяет, что развитие человечества и мировой цивилизации определяется развитием науки. Абрам Федорович Йоффе, основатель нашего Ленинградского физтеха и создатель советской физической школы, то, что мы ликвидировали монополию США, то, хотя он не принимал непосредственного участия в нашем атомном проекте, это заслуга прежде всего Абрама Федоровича Йоффе, потому что кадровую проблему советского атомного проекта решил он. И все ведущие позиции были заняты его учениками. Курчатов, Харитон, Зельдович, Александров, Кикоин. И можно этот список продолжать долго. Для нас он особенно близок. Он и создатель нашего института. Я помню его выступления на семинарах. Замечательный ученый, замечательный человек, который, я думаю, очень рано понял, что современная, в том числе квантовая физика, есть основа современных технологий. И именно для того, чтобы иметь кадры в этой области, он создал физико-механический факультет Политеха, раньше, чем появились Калтек или МАИТИ. Потом, благодаря этой идеологии, выросли и физико-технический факультет МГУ, и московский ФИСТЕХ. На этой идеологии ваш покорный слуга создавал базовую кафедру опыта электроники в ЛЭТИ. На этой идеологии, на ее развитии создан и наш академический университет. А вот Джеймс Хекман попал на эту картинку по следующей причине. В 2000 году, когда ваш покорный слуга получал Нобелевскую премию, британская компания телевизионная BBC проводила, она всегда это делает, на всех церемониях. Я был на последующих церемониях, и, как говорится, всегда. BBC проводит круглый стол новой группы лауреатов, задавая им разного сорта вопросов. И вот Хекман, который получал вместе со мной на премию по экономике, и был моим соседом слева за этим круглым столом, отвечая на один из вопросов, сказал, «Научно-технический прогресс второй половины XX века полностью определялся соревнованием СССР и США, и очень жаль, что это соревнование закончилось». В этом глубокий смысл. Развал Советского Союза убрал соперника и на самом деле крайне осложнил развитие всего человечества на нашей планете. И вот американцы это хорошо понимают, это прекрасно понимал и Джеймс Хекман. Ну а сейчас все-таки пойдем поближе к теме лекций. К свету. Мы живем на нашей прекрасной планете, и источником света для нас является звезда Солнца, по-моему, класса G2, желтый карлик, самая средняя звезда из многих, по-моему, астрофизики могут меня поправить. Но у нее есть одно уникальное качество. Мы живем под ее светом, и человечество живет и существует в конечном счете благодаря использованию солнечной энергии. Идея использовать солнечную энергию тем или иным способом, она была, как говорится, многие-многие годы. И в 20-м веке появилась идея использования сначала атомной энергии, а потом водородной синтеза. И вот эту картинку я показываю, потому что, в общем, человечеству удалось создать Солнце на Земле пока только один раз. В 1952 году в Атолии Неветок в ноябре 52-го года было проведено испытание водородного оружия под названием «Майк» мощностью 10 мегатонн. Это была первая, как говорят, настоящая водородная бомба. Сахаровская слойка, у американцев ее называли «Проект Будильники», не стали ее делать. Считалось, что там водородная взрывчатка дает только 10-15% энергии. А вот в Атолии Неветок, а потом в 55-м году, в ноябре 55-го года, мы испытали настоящую водородную бомбу в Семипалатинске. Причем это испытание вошло в историю, потому что это была бомба. Была бомба и сахаровская слойка. Это была бомба, которая уже была подвешена к самолету, и самолет взлетел, а нулевая отметка покрылась молочным туманом. И тогда вернули самолет. А самолет сажать с водородной бомбой это тоже проблема. Игорь Васильевич Курчатов для того, чтобы летчики чувствовали себя спокойно, вышел на посадочную полосу, самолет сел, на следующий день тумана не было. Было произведено наше первое испытание, как говорят, настоящей водородной бомбы мощностью в 1,6 мегатонны, половинная мощность бомбы была сделана на 3,2. Известно из воспоминаний Анатолия Петровича Александрова, сегодня, кстати, его день рождения. Ему сегодня бы исполнилось 112 лет. И Игорь Васильевич, вернувшись, сказал Александрову и его близкому другу Анатолиусу, не дай бог, если когда-нибудь будет использоваться это ужасное оружие. Я больше испытаний проводить не буду. И это действительно было последнее испытание, которым руководил Курчатов. А вот тут я хотел бы сказать, вот почему эти четыре картинки. Это те люди, которые, с моей точки зрения, в создание водородного оружия, водородной бомбы, внесли решающий и определяющий вклад. Станислав Улом, польский математик, у нас переведена его прекрасная книжка «Приключения математика». А недавно просто мне бывший директор института физики в США Кеннет Форд прислал рукопись своей книги «Билдинг зе эйдж бомб», строя водородную бомбу, в которой он просил меня написать рецензию. Он молодым человеком пришел в 50-м году в Лос-Аламос и работал просто со Станиславом Уломом. И в 51-м году Станислав Улом, математик, на кончике пера получил вывод, что все это может быть сделано и может работать водородная бомба, если будет реализована достаточно мощная компрессия водородной взрывчатки. Он считал, что наилучшим вариантом этой компрессии будет использование энергии атомной бомбы, энергии взрыва, механической. Он поделился сразу своим результатом с Эдвардом Теллером. Теллер это замечательно, но нужно использовать основная энергия атомной бомбы, это не механическая энергия, это энергия гамма-рентгеновского излучения. И нужно сделать такую конструкцию бомбы, в которой бы это излучение, это получило название Radiation Implosion. Это излучение сжимало водородную взрывчатку, а высокие температуры были уже развиты взрывом атомного заряда. Должен сказать, что по сей день они написали совместный отчет. Потом очень много лет они ругались, кто из них первый придумал это. Вот, это другой вопрос. До сих пор отчет Уллама и Теллера не рассекречен. Хотя, как говорится, наши поняли это дело в 54-м году и создано советское водородное оружие полностью на этом принципе. Но известна основная идея, известно, что вот нужно это реализовать, и компрессия, и radiation, им положено, обязательно должно быть, но до сих пор этот отчет не рассекречен. Виталий Лазаревич Гинсбург испытание МАЙК 10 мегатонн, но это не была бомба, это было устройство 82 тонны размером двухэтажный дом, и это было испытание принципа. Виталий Лазаревич Гинсбург в 48-м году предложил вместо реакции диетерии 3-й реакции диетерии литий-6. Они более эффективны, 3-й появляются в результате этих реакций, но при этом диетерид-лития есть твердое вещество, внешне как мел, и поэтому нам не нужно к варне низких температур для того, чтобы сделать все это устройство. Но для этого нужен литий-6. Между прочим, после испытания сахаровской слойки американцы все время дежурила Б-29 летающая лаборатория, засекли изотопы литий-6 в верхних слоях атмосферы, после чего они поняли, что Россия взорвала настоящую бомбу. А проблему разделения изотопов литий-6, наиболее эффективную, в принципе и самую дешевую, разработал Борис Павлович Константинов и коллектив под его руководством Борис Гаев, Рызкин, Рызкин, Йонов, Донской и Логинов, по-моему. Конструктор получили сталинскую премию Константинов первой степени, Гаев второй, а Рызкин, Донской, Йонов и Логунов третий. И Борис Павлович стал героем соцтруда и членом корреспондентом, ну а Виталий Лазаревич получил орден Ленина и сталинскую премию первой степени, но вот водородное оружие реально, вот с моей точки зрения, это четверка, два вот американца этих и наша пара внесли решающий вклад. А звезда на земле, она горела сколько там, микросекунды, но это была реализация солнечной энергии на земле. А потом ученые всегда хотели решать энергетические проблемы и, конечно, уже в 51-м году академики Тами Сахаров по идее Олега Лаврентьева матроса с Дальнего Востока, который предлагал это делать в электростатической модели, предложили магнитную изоляцию плазмы, которая потом привела к рождению такомаков и на этом слайде показан такомак, который строится сейчас во Франции. 15 моделей такомаков было сделано в Курчатовском институте, здесь вклад советских ученых и России решающий. я каких-то, наверное, слушатели мои слышали уже об этом. Значит, инициатором рассекречивания всех работ по управляемой термоядерной энергетике был Игорь Васильевич Курчатов. 56-й год, доклад его в Лондоне, в Хорвелле. Потом стали международные конференции быть. Джордж Кокрофт, Нобелевский лауреат, руководитель этих работ в Великобритании, на одной из первых конференций на вопрос журналистов, когда вообще термоядерная энергия будет в промышленном большом масштабе применяться, сказал, через 20 лет. На следующей конференции через 7 лет он сказал, через 20 лет. Журналисты ему напомнили, вы это говорили 7 лет назад и теперь повторяете, на что он сказал, вы видите, я не меняю свою точку зрения. Сегодня, если вы строите Евгений Павловича Великова, он скажет, ну, может быть, лет через 40-50 точка зрения изменилась. Я не специалист в этой области, но думаю, что, может быть, и позже и не очень уверен, что вообще это будет сделано. На этом принципе. Есть второй принцип. предложенный Басовым и Крохиным. По-моему, где-то в 60-е годы. Я точно сейчас не помню. Это инерциальный термоядерный синтез, когда все это можно делать, зажигая, взрывая, на самом деле, водородную взрывчатку, облучая лазерами. Ну и если, как говорится, дальше, если это удастся, то можно подумать, как эту энергию можно использовать. Эти работы были начаты в Ливерлорфской лаборатории National Ignition Facility. Они были у нас в Лос-Арзамасе, в Арзамасе. Член-корреспондент Кормер руководил этими работами. Они были, естественно, в лаборатории Басовой, в лаборатории Прохорова. Насколько мне известно, они продолжаются в Арзамасе и сейчас. Но, конечно, эти 25 лет дали вообще большие преимущества нашим коллегам за рубежом. А это вот так, как выглядит сегодня здание National Ignition Facility, где сводится на небольшую капсулу Дейтерий-3-ти, чтобы ее взорвать. 192 лазерных пучка. Вот недавно совсем было опубликовано сообщение, что удалось получить выделившуюся энергию из такого вот капсулы Дейтерий-3-ти больше, чем введена в нее. В общем, разница не очень большая, там, раза в полтора. Это еще не взрыв водородной взрывчатки, но это какое-то движение к нему. Если при этом учитывать мощности, которые затрачены, здесь далеко не самый эффективный способ лазерной накачки неодимовых лазеров, кирпичей для лазеров, то это просто на самом деле жалкая мелкая доля. Но мне лично кажется, что здесь компрессию лазерной взрывчатки можно реализовать. Можно и достигается порядка сотни раз в экспериментах сейчас. Можно реализовать и можно, наверное, двигаться дальше. Но это тоже, в общем, длинная и долгая дорога. Я так думаю, что в этом варианте будет лазерный синтез инерциальный реализован, но, наверное, через полсотни лет, не раньше. Ну, а дальше я буду рассказывать о том, что гораздо ближе нам генерация света и преобразование света в полупроводниковых структурах. И здесь тоже нужно вспомнить прежде всего этого человека, этого гениального изобретателя, который, в общем, в 23-м году создал первый светодиод, создал крестодин, который был прообразом транзистора, и полупроводниковая электроника, будь, как говорится, другой уровень технологии полупроводниковых материалов, могла возникнуть намного раньше, и с 20-х годов развиваться полупроводниковая, а не вакуумная, но уровень технологии был не тот, чтобы это произошло, и поэтому произошло то, что произошло. А потом, конечно, гигантский вклад был внесен в 50-е годы Чарльзом Таунсом. Вот в этом году, в августе месяце, мы будем праздновать столетие со дня рождения Чарльза Таунса. Он в хорошей форме, мы недавно смотрели Зельдина, это вот артист, а это физик, ему 100 лет в этом году, и думаю, что мы его поздравим. Басова и Прохорова уже нет, но эта Великая Троица реализовала принцип создания квантовых генераторов мазеров и лазеров. И очень быстро после этого появились полупроводниковые лазеры, их предложили Басов, Крохин и Попов. У нас в институте впервые наблюдали эффективную межзонную иллюминисценцию в Арсенеде Галия, потом это сделано было в MIT, а потом вот в большой группе лабораторий США с разницей буквально в неделе сначала Холлом в General Electric, потом Холоньяк там же, потом Lincoln Lab и IBM-овская лаборатория, ну и потом месяц примерно спустя ФИАН были сделаны лазеры на ПН-переходах в Арсенеде Галия. А вот в 1972 году была присуждена Ленинская премия вот этой замечательной пятерки. К сожалению, Дмитрия Николаевича Третьякова и Димы Гарбузова уже нет, но Слава Андреев здесь сидит, Володя Корольков не знаю, не пришел сегодня. Вот, и на самом деле это было принципиальное решение, чрезвычайно важное, потому что когда в 2000 году была присуждена Нобелевская премия по физике вашему покорному слуге Герберту Крёмеру и Джеку Килби, то это была и формула была, видите, за базовые работы в области информационных и коммуникационных технологий. И можно сказать сегодня материальную базу, вот вся современная электроника, которая обеспечивает и все развитие компьютер-сайенс, и айпеды, и айфоны, и интернет, и многое-многое, и мобильную телефонию, и солнечные батареи в космосе, и многое-многое другое, она основана на использование двух компонентов, кремниевых чипов, это предложено Джеком Килби в 58-м году, и не только предложено, а смоделировано, а потом Робертом Нойсом в 61-м году предложено, получен патент, и сделана в общем современная технология кремниевых чипов, которая сегодня отличается уровнем размеров. Если первые интегральные схемы Роберта Нойса это был десяток компонент на пластинке в квадратный сантиметр, то сегодня это миллиарды компонент на той же самой пластинке. А принцип абсолютно тот же, и технология примерно та же. И полупроводниковые гетероструктуры, которые обеспечивают сегодня и СВЧ-электронику, и оптоэлектронику, и солнечную энергетику в значительной степени, как мы увидим дальше. Я очень быстро сейчас пройду, потому что все работы на самом деле, вот по Портеру все работы прикладные, и все работы на самом деле возможны только на основе базовых и фундаментальных исследований. И я думаю, что нам удалось обогнать американцев на этот начальный период развития практически по всем позициям. И лазеры, и транзисторы, и светодиоды, и фотодиоды, и другие компоненты на гетероструктурах были созданы нами раньше, чем американцами. И это определялось тем, что мы вели более широкие фундаментальные исследования, и поэтому, после того, как была решена проблема получения идеальной гетероструктуры, все дальше могло решаться гораздо проще. Здесь вот принципы инжекции, сверхинжекции, диффузии электронов во встроенном квазиэлектрическом поле, принцип двойной гетероструктуры с электронными оптическим ограничениями, сверхрешетки, теоретически рассмотренные Келдышем еще в 62-м году, а вот здесь стимулированное излучение в сверхрешетках, то, что нынче называется квантовыми каскадными лазерами. Я тоже хочу обратить на это внимание молодежи. теория это предложение Казарьеновым Сурисом, Сурис сидит здесь в первом ряду, в общем, совершенно прозрачного тогда для нас, и мы это поняли сразу и оценили, получение лазера на сверхрешетках, принципиально другого, не инжекционного в сущности, а реализовано было 23 года спустя. Фредом Капаса, который выступал здесь, в этом зале, делал у нас доклад на конференции, и произошло это потому, что для того, чтобы реализовать эту идею, нужно было развитие технологии молекулярной эпитаксии, которая уже была в 71 году, ее прообразы, скажем так, а компьютерно контролируемые с точностью до одного атомного слоя, для этого потребовались годы, и на Белл телефон Фред Капаса реализовал. Ну и дальше, как говорится, успех этого дела был связан с тем, что был найден сначала галлий алюминий мышьяк, потом инди-галлий мышьяк фосфор, а потом десятки и сотни сегодня состыкованных по параметру решетки, именно только таким образом и можно реализовать гетероструктуры достаточно надежные, и мы имеем сегодня широчайший набор материалов для этого дела. Это первый комнатный лазер, работавший при комнатной температуре в 68-й год в нашей лаборатории с очень низким до того времени пороговым током в 4 киломпера. Это первый непрерывный лазер при комнатной температуре, сделанный у нас в лаборатории, и здесь мы обогнали американцев на один месяц всего лишь. Это солнечные батареи, которые созданы у нас в 70-м году, а вот на станции МИР летало уже 70 квадратных метров таких солнечных батарей. Это уже много позже появились высокомощные лазеры, и тут я хотел бы сказать несколько слов еще об одном человеке, о котором, я думаю, у нас мало говорят и, может быть, даже мало знают. Это Валентин Павлович Гапонцев, председатель Совета директоров и управляющий директором международной корпорации IPG Photonics. Он работал в Институте радиотехники и электроники. Это талантливый инженер-физик, окончил Львовский политехнический институт, работал в Верео академика Гуляева. В начале 90-х годов он уже был руководителем лаборатории, многое знал в этой области. В начале 90-х годов он занялся научным бизнесом. И эта вещь сейчас, как говорится, очень вообще популярная, в принципе. Он занялся научным бизнесом, сначала создав компанию во Фрязино на базе лаборатории ИРЭ. Успеха компания не имела. Он переехал в Германию и развивал это дело в Германии. И, в общем, успеха настоящего тоже не добился. И потом он переехал в США. Сегодня Валентин Павлович, я его хорошо знаю, потому что он у нас член совета фонда Сколкова, научного консультативного совета, который я являюсь сопредседателем. И мы с ним регулярно встречаемся. Последнее заседание совета по моей инициативе, проведенное в США, в Станфордском университете, уже в период начавшейся изоляции, когда мы, научные работники, хотели еще раз показать, что наука не имеет границ. И изоляция для науки, она ужасна. И поэтому мы, политики, решают одно дело, как говорится, а наука это наука. И мы провели выездное заседание нашего совета в Станфордском университете. Мой сопредседатель, профессор Корсберг, сразу поддержал эту мою идею. И Валентин Павлович Гапонцев попросил тогда, он раньше говорил, приезжай, посмотри, что у меня делается в Бостоне, а тот говорит, давай полетим из Сан-Франциско на моем личном самолете в Бостон, и ты посмотришь мою компанию. И вот вместе с Михаилом Владимировичем Дубиной и Сергеем Яковлевичем Килиным, первым вице-президентом Белорусской Академии Наук, мы посмотрели его компанию IPG. Компания IPG сегодня крупнейшая компания мощных полупроводниковых лазеров в мире. Это вот один из пример выпускаемый ими для потребления, например, для сварки лазеров мощностью в 10 киловатт в когерентном пучке. Сегодня они выпускают такие лазеры мощностью до 100 киловатт. Идея эта очень простая. Вообще идея, как говорится, не то, что идея, а первые применения наших лазеров на гетероструктурах это были для волоконно-оптической связи. Потому что лазеры комнатные появились вот в 68 году, в 70-м непрерывные. Примерно в это же время американская компания Corning Glass сделали волокно с малыми потерями. А еще раньше Као в Великобритании продемонстрировал волокно такое с малыми потерями. Corning Glass уже в промышленном выпуске это реализовал. И появилось использование лазеров для передачи информации по волокну. Спустя короткое время появились то, что называется волоконные лазеры. принцип действия показан на этой картинке. Блок накачки это обычно лазерно-полупроводниковых гетероструктурах. В волокне имеется система усиления. Это уже было продемонстрировано. И тогда сочетание лазера на гетероструктуре с волоконным усилителем в промышленном масштабе впервые реализованной Гапонцевым позволило создать промышленное крупномасштабное производство мощных полупроводниковых лазеров. Сегодня компания Гапонцева имеет годовой объем продаж примерно 800 миллионов долларов. Валентин Павлович Гапонцев с моей точки зрения единственный российский миллиардер честным способом заработавший миллиард долларов. Потому что это не результат чубайской приватизации. Это не то, что он где-то там чего-то хапнул. Он создал эту компанию. Он создал это производство. Основой его является молекулярная эпитаксия для производства лазеров на гетероструктурах. И все ведущие сотрудники центра молекулярной эпитаксии в Бостоне это из нашей лаборатории. Выпускники нашей кафедры оптоэлектроники. Они хорошо, прекрасно работают там. И сегодня эта компания в общем почти монополист в этой области. Она компанию Spectra Diet Lab прижала, отодвинула, забрала от нее довольно большой кусок рынка. Та компания была создана Даниэлом Сайферсом. Он когда-то был на мастер-дегри и работал вместе со мной, когда я работал в лаборатории Холоньяка. Талантливый очень человек тоже. Но здесь вот сочетание, я бы сказал, у Валентина Павловича Гапонцева таланта инженера-физика недюжинного и реального таланта бизнесмена. Позволило ему создать успешную компанию, которая успешна на мировом рынке, которая и лидер мирового рынка. Но есть еще одна деталь. Она стала успешной в Соединенных Штатах по той простой причине, что рынок этой высокотехнологичной продукции прежде всего там, казалось бы, она могла стать успешной и в Германии, но не стала. Если сегодня посмотреть на эти 800 миллионов объема продаж, то это где-нибудь миллионов 20-30 приходится на Россию, миллионов 50 на Китай, миллионов 100 с хвостиком на Европу, а основным рынком является рынком сбыта Соединенные Штаты, поскольку такая высокотехнологичная продукция нуждается в высокотехнологичных отраслях промышленности. Именно они прежде всего в ней нуждаются. И поэтому наша задача помимо решения научных и других проблем возрождения и восстановления высокотехнологичного сектора нашей экономики для того, чтобы для исследований и разработок, а иногда и успешных, я думаю, такие у нас есть и происходят, был наш собственный внутренний рынок. А сейчас я перехожу к светодиодам. Вот там лазеры, генерация светоэффективная, а вот светодиоды. Вот эта картинка мне очень понравилась, когда я готовился к лекции. Это значит, вот как вообще говоря развивалось освещение в Великобритании с 1700 года. Смотрите внимательнее. Сначала это были свечки, потом газ, керосин активно в этом деле участвовал и где-то вообще-то с середины 20-го столетия в Великобритании электрическое освещение стало основным. Сейчас мы говорим о светодиодах. На этой картинке профессор Холоньяк и его аспирант Джим Колман и мы с Владимиром Максимовичем Тучкевичем в лаборатории Ника Холоньяка, потому что Ник Холоньяк он отец светодиодов современной технологии. Он первым сделал светодиод на ПН-структуре, уже работавший при комнатной температуре в 62-м году. На гетероструктуре мы сделали в 68-м. И сегодня, конечно, гетероструктуры основа для развития этой области. Холоньяк этим делом занимался очень и очень много. Ну вот в этом году присуждена Нобелевская премия Акасаки, Амана и Накамура. Акасаки и Амана сделали чрезвычайно важную вещь. Они научились создавать ПН-структуры в широкозонных полупроводниках, в нитриде галия прежде всего. И создание этих ПН-структур и их использование потом в гетероструктурах позволило создать синие светодиоды, а значит источники белого света полупроводниковые. Вот сегодня это люминесцентные, завтра это более сложная гетероструктура, в которой спектральный состав можно комбинировать успешно. А вот эта картинка тоже очень интересная. Это вот мы недавно были с Михаилом Владимировичем Дубиной в Китае, и эти картинки мне предоставила китайская Solid State Association, Ассоциация твердотельного света Китая. Вот видите, как предсказывают развитие, так сказать, освещение в той же Великобритании. Вы видите, что вот где-то через 15 лет это все будет на светодиодах. При этом переход на светодиодное освещение на самом деле предполагается, что в 2030 году половина освещения будет за счет светодиодов. Это даст примерно 10% экономии электричества всего. А вот как сегодня в мире, как говорится, распределяется производство ну и продажа светодиодной продукции. И вы видите, что она сегодня уже больше половины приходится на Китай. Грубо говоря, 60% мировой светодиодной продукции это Китай. При этом при этом что очень существенно я побывал в эту последнюю поездку в Китай в институте полупроводников Китая, в котором я первый раз был в 1989 году и с тех пор был много-много раз, и я у них там почетный профессор и прочее. Сегодня что очень существенно в институте полупроводников Китая, которое обеспечивает научными разработками развития китайской светодиодной промышленности в целом. Линейка, на которой отрабатываются для промышленного производства разработанные структуры и в линейке, и в промышленном производстве, это мозгидридная эпитаксия основной метод китайского производства все оборудование, включая мозгидридную эпитаксию как для исследовательских целей, так и для серийного производства. Ну, а теперь вот к энергетике. Я когда-то давно вот так назвал эту картинку шагреневая кожа энергетики, что в общем источники углеводородные, нефть и газ, ну и уголь, на самом деле и уран 235-й, они все кончатся когда-нибудь. но здесь может быть большая ошибка в годах, до года не нужно обращать внимания, просто когда-нибудь наверное кончится. Вот на нашем этом самом встрече года света в Париже профессор Чу, Стивен Чу, мой старый хороший знакомый, работавший в Беркли, в Лоренц лаборатории, был директором одно время. Когда Обама пришел к первому сроку своему, произошел такой необычный для штатов случай, Стивен Чу был назначен Обамой секретарь Департмент оф Энерджи, министром энергетики США. Если грубо говорить, в целом какие департаменты США дают как можно больше денег для научных исследований, то это Департмент оф Дефенс Министерства Обороны и Департмент оф Энерджи. Стивен Чу был чуть больше, чем один срок, пять лет был министром энергетики, а в Париже он делал доклад не по своей научной специальности, он получил Нобелевскую премию в 97-м году за лазерное охлаждение, и даже не теми работами, которыми он занимался позже, он сделал доклад о глобальном потеплении. которое происходит, и мы это в эту зиму все очень сильно это чувствуем. В своем докладе о глобальном потеплении он привел цитату министра, не помню чего, но министра Саудовской Аравии. И вот этот министр Саудовской Аравии сказал, каменный век кончился не из-за дефицита камня, не потому, что камня не осталось. И век нефти кончится не из-за дефицита нефти. И в том и в другом случае они кончаются из-за появления, рождения новых технологий. Он еще продемонстрировал очень красивую кривую, я просто забыл ее сделать, чтобы показать на слайде, и скажу словами. Эта кривая демонстрирует очень ярко то, что называется административный ресурс. Он показал, как прошло производство электроэнергии за счет фотовольтаического преобразования солнечной энергии в США. Ну, картинка начиналась, ну, вот такой идет, с таким примерно наклоном. Потом наступил период, когда доктор Чу стал министром энергетики, и наклон резко изменился на эти пять лет. А потом наступил период, когда он перестал быть министром энергетики, и все вернулось к старому наклону. Значит, административный ресурс часто может давать очень полезный эффект. Ну, разные способы преобразования солнечной энергии основным был и останется фотовольтаический. Был и останется. И, наверное, будет основным солнечная энергетика на гетероструктурах. Потому что на гетероструктурах с большим числом ПН-переходов можно, видите, получать КПД выше 70%. Если мне не изменяет память, теоретический предел 87%, но это на такой multi-junction системе, которую очень трудно реализовать. все это делается вот, что вы можете получить на кремнии. Это сегодня где-то 18% в промышленном производстве и в районе 22-23, как говорится, идеальные и очень дорогие и дорогостоящие структуры. А это вот на гетероструктуре, когда вы имеете, ну, сколько здесь ПН-переходов? Германия, Арсенит, Галия, три. Германия, Арсенит, Галия, Галия, ИНДИП. И, в общем, на таких многослойных структурах сегодня получен рекордный КПД в 46%. Вот это как предсказывают вообще развитие фотовольтаических технологий. И я думаю, что здесь все может меняться на самом деле, потому что вот концентраторные А3Б5, они вот только в 2020 году такой вот небольшой кусочек проектируют. Я думаю, произойдет это все-таки несколько раньше. Конкурентом могут стать полимеры. Блестящая работа, он у нас приезжал и лекции читал Алана Хигера вместе с Алланом Магдармидом и Хидеки Широковой, когда было продемонстрировано, что в полимерных материалах можно менять тип проводимости и менять величину проводимости, то есть управлять как в полупроводниках почти, а сохраняя механические свойства полимеров, на которых все это можно печатать, как мы печатаем газеты и солнечные батареи печатать типографским способом. И я думаю, все-таки это заметная большая ниша и в фотовольтаике, заметная и большая ниша в светодиодах и экранах, но основное останется за гетероструктурами полупроводниковые. Вот это мне Вячеслав Михайлович снабдил этим слайдом буквально несколько дней назад. Годовые мощности установленных в мире солнечных батарей. Видите, в 2014 году 47 гигаватт, а вот суммарные мощности, и здесь я снова хотел бы обратить внимание на вот эту мощность 187 гигаватт, сопроводив одной цифрой. Суммарная мощность всех электростанций России 140 гигаватт. То есть сегодня суммарная установленная мощность фотоэлектрического преобразования солнечной энергии во всем мире больше, чем суммарная электрическая мощность российских электростанций всех типов. Ну, вот это тоже мне Слава передал этот слайд. Когда-то первая концентраторная батарея, причем не на линзах Френеля, а на зеркалах, была сделана и установлена у нас на крыше корпуса А, причем что? Фотоэлементы, которые были там установлены, их вот Валера Румянцев делал тогда, в них фототоки достигали десятков ампер. И вот это вот станция из 18 фотоэлементов производила 200 ватт электрической мощности. Ну, а это уже более сложно в данной лекции, может быть, разбирать, какие нужно выбирать постоянные решетки для того, чтобы делать элементы, на каких материалах. Это какие конструкции разные фотоэлементов, на которых можно увеличивать КПД, что даст, например, от РИБУ-5 на Кремнии, что могут дать другие типы. Это какие типы фотоэлементов сегодня привели к рекордам. Рекорд сегодня, его еще не побили, Вячеслав Михайлович. Значит, рекорд сегодня, это Фраунгофер-институт во Фрайбурге, в Германии. Руководителем этого института является Вебер, он почетный член физико-технического института, много лет работал в Беркли, я его знал, еще там, и видите, вот сегодня 46% и вот на основе такого концентраторных фотоэлементов работают батареи, которые разработаны у нас в Фистехии вместе с Академическим университетом, и вот как это выглядит на многих станциях мира. Я помню, как где-то в конце 70-х годов, когда мы очень увлекались токомаками, и все это шло в Курчатнике, и один из старейших сотрудников Курчатовского института уже тогда, а на самом деле старейший физтеховец, и вышел он от нас, и вместе с Игорем Васильевичем уехал туда, Стива Лукьянов, и занимался он фотоэлементами еще до войны, а потом он вместе с Игорем Васильевичем занимался совсем другого сорта работами, и он пригласил меня сделать доклад у них на Семинае по фото вальтаическому преобразованию солнечной энергии на гетероструктурах, которые у нас развивались, но прошли еще очень короткий путь. И в конце моего доклада он сказал, а зачем мы занимаемся такомаками? Там мы, как говорится, еще думаем о том, когда мы когда-нибудь достигнем больше, чем мы ввели и потратили, а здесь вы уже имеете прекрасный реактор, термоядерный, надежный, это наше солнце, а его преобразование, и здесь конечно я хочу сказать, что все определяется экономикой. Сегодня для кремниевых солнечных батарей, для кремниевых солнечных батарей, стоимость установленного вата, но не на модуле, а на батарее, составляет 50 центов. то есть можно сказать, что сегодня уже на кремниевых солнечных батареях это уже экономически гораздо выгоднее, чем атомные электростанции. Там масса своих проблем, масса. Много говорится про аккумуляторы, еще про массу. Для крупных солнечных электростанций, так же, как когда-то было у нас, в единой энергетической системе Советского Союза, эти проблемы могут выходить на задний план, но они требуют не только технологических, технических, но и политических решений. И тем не менее, сегодня я бы не делал таких вот прогнозов через сколько там, наверное, все-таки к середине столетия солнечная энергетика на фото вольтаике станет, ну если не основным, то очень заметным на уровне десятков процентов. Не трех-четырех, не двух-трех, как сейчас, и не четырех-пяти, как, скажем, проецировалось недавно, а десятков процентов производства электроэнергии. И это действительно на самом деле тот способ, которому стоит уделять внимание, и при этом на самом деле сколько у нас в данном районе солнечных дней. это проблема второго сорта. Солнечных дней на нашей планете очень много, и единая энергетическая система мировая может успешно решать эти проблемы. Но здесь я повторяю, для этого нужны не только технические и технологические решения, нужны и политические. В целом я бы сказал, я заканчиваю свою лекцию, я вас уже утомил и так, в целом я бы хотел сказать и повторить еще раз, вот и это наша главная задача. И главная задача в том, чтобы убедить наше руководство в этом, чтобы обязательно создать условия, когда научно-технические работы и разработки будут востребованы нашей экономикой. В этом отношении к величайшему сожалению не всегда требуется совсем иное отношение к науке в стране. И разгон, в общем, развал Академии наук, который был только что совершен в нашей стране, он играл и сыграл большую отрицательную роль. И сегодня нужно искать формы организации науки не для выполнения у нас сегодня, скажем, по индексу цитирования, по получению грантов, очень многие научные коллективы по всей России, во многих провинциальных университетах, и во многих институтах находятся на достаточно высоком уровне. Не это главное. У нас вообще были всегда задачи, которые, грубо говоря, формулировались лозунгом «догнать и перегнать». Я не буду говорить о политической стороне этого лозунга, часто имевшегося и отрицательный характер, но нам необходимо иметь коллективы, которые выдвигают задачи, которые нужно решать, и которые меняют ситуацию в определенных областях науки и техники. И просто всегда помнить то, что сказал Джордж Портер. «Наука вся прикладная. Разница только в том, что отдельные приложения возникают быстро, а другие через столетия. И очень важно, чтобы приложения из наших научных исследований возникали быстро». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ